Хотите просыпаться с панорамным видом на Москва-реку, но выходить из дома в настоящий европейский город в голландском стиле? Тогда добро пожаловать в жилой квартал Портланд, где для вашего комфорта буквально продумана каждая деталь. С вами Светлана Наумова, эксперт по недвижимости и ипотеке и владелец агентства недвижимости. На сегодняшний день у нас уже три отдела продаж новостроек и офис вторичной недвижимости. Мы работаем со всеми сегментами рынка от комфорт-класса до премиум. И, надеюсь, после сегодняшнего обзора увидим вас в наших отделах продаж. Давайте начинать! У этого застройщика всего пять проектов, а строится еще четыре. Помимо Портланда есть проект Форст. Там сейчас завершается строительство. Это будет их первый сданный проект. И он такой камерный, на 808 квартир всего. И находится он на Симоновской набережной. Следующий проект – Соул. Это метро-аэропорт. Тоже теплый такой ламповый проект, не очень большой. И там все больше реконструкция исторических зданий. Следующий проект – Моменс. Находится он в Щукинском районе, рядом с парком Покровская-Стрешнева. Это очень семейный проект. Рядом с центром города, но также много природных зон. Следующий проект – Репаблик. Это проект премиум-класса на Пресненском валу. Чем он интересен? Там такая будет концепция – шоппинг-аллея с брендовыми магазинами, типа как хлебозавод. На территории еще будет такой гастроцентр наподобие депо. И там есть объекты культурного наследия, как раз там, где будут располагаться гастроцентр, торговые галереи. Их тоже застройщик реконструирует. Вот я вам рассказала про проекты застройщика, но сегодня подробнее мы поговорим про Портланд. Расположился Портланд в северной части района Печатники, в той части, которая ближе всего к центру Москвы. Здесь находится самая длинная береговая линия столицы – целых 13 километров. Вот буквально за моей спиной она вот здесь. Я приезжала сюда летом, когда строительство еще только-только начиналось. Столько этажей еще не построили, только фундамент заливали. И такой красивый был разлив реки. Вообще здесь очень красиво. Мало того, что район достаточно ухоженный, и сам проект Портланд, у него будет такая закрытая большая территория, он и сам будет отдельным таким проектом, в котором будет много что есть для жителей. Просто представьте, какие здесь будут рассветы и закаты. Полюбоваться ими смогут большинство жильцов комплекса. Застройщик так все продумал, что 95% квартир будут видовыми. Даже вот смотрите, если квартира угловая, хотя бы одна комната, но она будет смотреть на воду. Сам проект бизнес-класса, он рассчитан и на семейных. Таких большие форматы квартир здесь много. Если говорить про сам район Печатники, то он был такой район с большим количеством промзон. Но сейчас этот район уже начал переделываться, застраиваться. И в течение 10 следующих лет он вообще изменится до неузнаваемости. Что здесь построится, я вам расскажу. Также все изменения, которые ждут этот район, вы сможете посмотреть на сайте МОЗ.РУ. Я поднимаюсь на смотровую площадку, сегодня такой морозный день, а тут такая красивая площадка, поэтому я буду вам вещать отсюда. Мы точно так же все увидим. Всю красоту, разлив, Москва-реки и стройку. Итак, продолжим про район. Как я уже говорила, за следующие 10 лет тут все изменится. Запланированы постройки жилых и деловых небоскребов, причал для яхт, театры и даже бульвар из Сакуры. Еще рядом с кварталом есть несколько торговых центров, включая МОЗаику, Мегаполис, Глобал Мол и Ривьера. С транспортом здесь тоже все в порядке. За 15 минут без пробок вы доедете на машине до Садового и Третьего транспортного кольца. А до ближайшей станции метро Печатники вы сможете дойти за 15 минут. В 2026 году откроется еще одна станция – Южный Порт, которая будет находиться в пешей доступности от квартала. Это говорит о том, что стоимость квартир, конечно, здесь значительно вырастет. По секрету скажу, это отличное решение для инвестиций в недвижимость. Кроме Портленда, для инвестиций есть и другие московские проекты. Забирайте бесплатно подборку в описании, а мы двигаемся дальше. Кстати, если говорить про инвестиции, могу привести вам несколько примеров. Мы брали квартиру 45,7 квадратных метров за 15 миллионов 300 в мае. Сейчас на сайте застройщика такая квартира 21 миллион. Другой пример брали в июне 37 квадратных метров за 12 миллионов 900. Сейчас такая аналогичная квартира на сайте застройщика стоит 18 200. В инвестициях очень важно, в каком этапе вы заходите и покупаете квартиру. И, конечно, для инвесторов мы находим такие варианты, где вы можете действительно купить на старте продаж, на предстарте продаж, на новых стартах и реально хорошо заработать. Если говорить про конкурентов ЖК Портленд, вообще по локации конкурентов нет, потому что это такой старый сложившийся район. Но по концепции мы можем сравнить его с проектом НАУ, который тоже находится около воды, ВАУ, Нагатина Айленд, Шагал, Левел Южнопортовая. Эти проекты уже более к завершению, НАУ вообще уже сейчас сдан. Про НАУ я снимала отдельный ролик. Проекты классные и интересные, но зайти туда для того, чтобы инвестировать, будет уже тяжеловато. В плане того, что это будет уже не так интересно для инвестиций. Чем раньше мы покупаем квартиру, тем это будет прибыльнее. Но опять, не на всех проектах. Здесь так нельзя сказать прям вот однозначно вот так. То есть проект проекту рознь. Надо смотреть, искать действительно реально хорошие планировки, стартовые цены. И также, если сейчас покупать квартиру в этом ЖК для жизни, это тоже очень выгодно. Если вам нужно жить здесь и сейчас, то скорее это будет другой проект. А если вы можете подождать, чтобы купить квартиру по выгодной цене, то Портленд это как раз вариант для вас. Сам проект будет интересен тем людям, которые хотят жить рядом с бизнес-средой. Здесь будет рядом построено несколько бизнес-центров. И также проект будет интересен семьям с детьми. Более того, сам застройщик будет строить здесь современную крутую школу и детский сад. Школа будет сдаваться уже вместе с домом в 26-м году. В школе будет 300 мест, в детском саду 275. И сейчас прогуляемся к набережной. Какой снежок красивый. Ах, снежинки. Очень люблю вам рассказывать уникальные фишки у каждого проекта. Вот здесь будет бассейн. Представляете, вот около первого корпуса будет понтон. И вот рядом с понтоном будет свой бассейн для жителей самого жилого комплекса. Классно? Классно. И еще стоит отметить, что застройщик очень гибко относится к пожеланиям своих клиентов, будущих жильцов. И вот подобные фишечки они планируют интегрировать с учетом опроса жителей, запросов их. И здесь на территории, на самой набережной будет много красивых арт-объектов. Они будут как бы с отсылкой к истории района, с такой нестандартной тематикой. А ландшафтным дизайном здесь будет заниматься бюро Вест-8. Они засадят этот квартал цветами, деревьями. И все, конечно же, будет сделано так, чтобы это все сочеталось с архитектурой. Портленд спроектирован по модели микрогорода. Здесь вы можете найти все, что нужно для комфортной жизни. Кафе, рестораны, продуктовые магазины, салоны красоты, аптеки. Все здесь будет построено. Еще интересная деталь проекта. Каждый двор оборудован подземными паркингами с обогревом. И еще будет обогрев рампы. Это куда заезжают машины на парковку. Я сама, как автомобилист, знаю, как нелегко заезжать на парковку, если она обледенела. Поэтому штука удобная. И еще одно классное решение. Въезд на парковку. Там не нужно будет никаких пропусков. Умная система сама будет пропускать машину, которой считывает камера. Также на парковке будет зарядка для электрокаров. Будет продумана парковка для гостей на 120 мест. Как будут спроектированы лобби в жилых комплексах? Продумана зона каворкинга и кинотеатр для жителей. Мне очень нравятся вот сейчас новые современные проекты, как у них продумано все для самих жителей. То есть вот эти каворкинги, у кого-то библиотеки. Вот здесь, видите, бассейн, кинотеатры. Это все современное наполнение, которое прибавляет добавленную стоимость. Это эмоции, которые невозможно купить ни за какие деньги. У нас такое время, что нам некогда общаться. Вот даже соседи порой не знаешь, как зовут. Многие застройщики там какой-то день выделяют, играют какие-то там бизнес-игры. То есть люди между собой просто реально знакомятся. И это такой интересный формат на самом деле. Вот современному человеку это сейчас реально вот не хватает. Еще меня поражает, с какой скоростью сейчас развиваются технологии. В проекте будет консьерж, но не простой, а виртуальный, который будет по Face ID пропускать жителей дома. И если говорить про умные технологии, точно так же в самом проекте будет мобильное приложение у каждого жителя, где будет личный кабинет, с помощью которого вы можете запускать курьера в лобби или обратиться к консьержу по любым другим вопросам. Например, вам нужно встретить кого-то из гостей или принять посылку. Очень удобно использовать это приложение, когда вы находитесь не дома. Вот не во всех домах это предусмотрено. В новых домах, которые только-только строятся, там как раз акцент на это делается. Вот даже у меня, да, у меня дом премиум класса. Но у нас консьерж, Олег говорит, мы не можем брать посылочки там. Я говорю, ну ключи-то хоть возьмите. Нет, мы не имеем права. До какого-то маразма даже доходит. А здесь они уже понимают, чего не хватает жителям. И как раз вот все это сразу же уже внедряют на самом начальном этапе. Что еще здесь по фишечкам? Будет проводиться Wi-Fi в зоне, где обычно Wi-Fi нет. То есть на парковке, чтобы можно было так же спокойно пользоваться мессенджерами. И в лифте даже. Ехать нам всего ничего до одной минуты. А иногда это бывает так принципиально. У меня проходят зумы, да, и я не могу выйти из дома, потому что знаю, что у меня сейчас все перекроется. Интернет выключится, зум пропадет. А вот если уже все будет так современно, в наушниках вышла и в лифт зашла, у тебя есть Wi-Fi. Я в машину села, пока прогрела, Wi-Fi есть. Очень, конечно, удобно. Вот у меня реально эта проблема. Я не могу закончить разговор, пока я не вышла из дома. А выйти из дома я не могу, потому что у меня все сразу же отключится. И теперь о самом главном, о квартирах. В проекте есть множество разных планировок, среди которых несколько редких форматов. Это квартиры с панорамными балконами, с террасой и с панорамным видом на набережную из ванной. Представляете, вот так вот лежишь ты в ванной, смотришь на разлив Москвы-реки и кайфуешь. Мечта. Для любителей открытого пространства есть студии, также одна, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры для семей. Сейчас сам проект находится на стадии строительства и сдаваться будет в две очереди. В первую очередь запланирована сдача на декабрь 2025 года и вторая очередь будет сдаваться в 2028 году. Стоимость студии начинается от 14 миллионов. Это пока цена, конечно, будет расти. Однокомнатные квартиры от 18 миллионов и двухкомнатные от 25 миллионов. Почему я еще снимаю проекты, которые находятся на этапе застройки? Для того, чтобы вам рассказывать про дома, которые можно купить выгодно как для жизни, так и для инвестиций. Потому что цены с каждым там этажом, с каждым каким-то этапом, они растут. У меня есть телеграм-канал, в котором совершенно другой контент, он отличается от ютуба. Я часто там делаю подборки таких разных вариантов жилых комплексов. Также есть видео разные. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там тоже очень много всего про недвижимость. А если вы уже понимаете, что пора покупать, но нет четкого решения, какой проект именно выбрать, то в моем агентстве для этого есть бесплатная консультация. Вы можете перейти по ссылке в описании к этому видео, и наш брокер проконсультирует. Вы обсудите все нюансы и подберет для вас идеальный вариант. Также мы помогаем с одобрением ипотеки. Мы работаем со всеми ведущими банками, и процент одобрения ипотеки у нас больше 99%, потому что мы знаем, как заполнять анкету, как подать заявление так, чтобы вам практически 100% одобрили. И давайте перейдем к финансовому вопросу. Какие условия по ипотеке и какие программы сейчас действуют в данном жилом комплексе? Сейчас застройщики коллаборируются с банками, они получают проектное финансирование, и также есть ряд банков, которые работают с каждым ЖК. Какие же есть ипотечные программы у застройщика? Ну, во-первых, стандартная господдержка, которая подходит под все категории граждан. Семейная ипотека, пониженный процент. Айти ипотека. Вообще у айти ипотеки максимальный предел 18 миллионов. В этом проекте вы можете купить квартиру до 30 миллионов по айти и ипотеке. Все очень часто меняется. Где-то появляется такая интересная и выгодная программа, где-то уходят условия хорошие, а в какие-то проекты наоборот приходят. И вот эти все изменения, их очень сложно уловить, как говорится, обычному человеку. Конечно, мы профессионалы всегда держим руку на пульсе. Тем и выгоден ипотечный брокер, когда вы можете снизить ежемесячный платеж практически в два раза. Только благодаря тому, что ваш брокер посоветовал вам вот эти интересные условия. И очень частый запрос от наших клиентов, в каком ЖК лучше жить для студентов. Какую локацию выбрать, чтобы было удобно добираться. Так вот, здесь студентам будет жить очень удобно, потому что рядом расположен Ранхикс и Высшая школа экономики. Я пока ехала сейчас на съемку, читала отзывы. Люди переживают то, что дома стоят очень близко к Москва-реке, что дом может треснуть или со временем вообще конструкция разрушится. По факту это, конечно, неправда, потому что сейчас совсем другие технологии, фундаменты строят очень крепко. Архитектурное бюро, оно из Голландии. В Голландии, как мы знаем, все вот это вот очень сильно развито. Поэтому в этом проекте подошли к этому очень основательно. Голландцы умеют работать с домами у воды. Не переживайте по этому поводу, если у кого-то были такие мысли, что дом разрушится от воды. Покажу вам наглядно у макета, как будет выглядеть план проекта. Есть две очереди. Первая очередь, которая сдается в 2025 году, и вторая в 2028. Здесь получается 8 домов. Обратите внимание, все они расположены вдоль береговой линии. Очень-очень близко. Таких проектов, чтобы было близко к реке, чтобы не было никакой дороги, никаких разделений, вообще можно по пальцам одной руки в Москве пересчитать. И обратите внимание, помните, я вам рассказывала, что будет свой бассейн. Вот как раз он находится вот здесь именно. Небольшой понтон. Из понтона вы уже заходите в бассейн свой. Представляете, как круто? Такой малюсенький. А на самом деле это будет большой бассейн. 35 метров на 25. Здесь детская площадка. Дальше идет парк, опять же-таки, вдоль реки. Разные такие архитектурные сооружения красивые. И вот здесь вот мы тоже видим наземную парковку. Это как раз гостевая парковка. И вот обратите внимание, такая классная визуализация. Получается подземная зона. На ней будут кафешки, тоже озеленение мы здесь уже видим. Разные проекты хороши. Каждый человек выбирает себе определенную концепцию. Могу сказать, что это достаточно камерный проект. Если вам нужно спокойствие, классные видовые характеристики, Москва-река, бассейн. Вот такая очень крутая наполненность, то это как раз проект для вас. Кто любит высокие этажи, шикарные виды, то как раз на последних этажах каждого дома будет, конечно же, пентхаус с шикарными террасами. Потолки у комплекса 2,95 в черновом варианте. И 2,85 уже в отделке. Ощущения, что стены давят, у вас не будет. В пентхаусе, конечно, повыше высота потолков 3,85. И давайте пройдем. Я хочу показать вам как раз, как близко будет расположена школа. Смотрите, какая огромная территория зеленая, которая окружена деревьями. Тут, в общем-то, все это здесь будет также высажено. Детские площадки, спортивные площадки, школа и детский сад. И когда еще в начале ролика я вам рассказывала, что район полностью изменится, так за счет чего же это произойдет? Во-первых, здесь построят большой бизнес-кластер. Он будет по типу Москва-сити-2. Представляете, огромная территория небоскребов, которые будут возводить здесь в Печатниках. Представляете, сколько будет рабочих мест новых, когда появятся высотки эти башни. Подтянутся и новые школы, детские сады. Будет много построено разной инфраструктуры, как раз вот под этот бизнес-кластер. И вот этот проект, я считаю, что он будет очень востребован и благодаря еще вот этому факту. То есть те люди, которые будут работать здесь, конечно, им будет удобно, чтобы это была пешая доступность. Проект Портланд будет очень удобно территориально для того, чтобы здесь жить и близко работать. Поэтому, конечно, здесь будет выгодно и инвестировать для того, чтобы просто потом сдавать в аренду. Но у нас всегда будет востребовано. Ну что, я вам рассказала про такой интересный, современный проект, жилой комплекс Портланд. Что мне здесь нравится? Во-первых, его вот эта наполненность инфраструктуры. То, что здесь уже много-много современных таких фишек, которые действительно упрощают жизнь человека, делают ее комфортной и более приятной. Такие нюансы, начиная от консьержа, бассейна, умный дом, речной транспорт, вай-фай в парковках и в лифте. Плюс то, что мне еще нравится, то, что здесь Москва-река. Ну и, конечно, виды. Из минусов что могу сказать? Только сроки сдачи. Если вам нужно сразу заехать жить, конечно, вам подойдет другой проект. Но если вы готовы вложиться и немного подождать этого уникального проекта, наверное, это того стоит. А как вам, Портланд? Хотели бы здесь жить? Пишите в комментариях. И не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе всех крутых проектов в Москве. И жду от вас комментариев, какой следующий ролик мне снять для вас. А с вами была Светлана Наумова, эксперт по недвижимости и ипотеке. До новых встреч в моих новых роликах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! До новых встреч! Продолжение следует...